Вам спасибо. Света, вам спасибо. Спасибо огромное вам за такой чудесный рассказ. А да, следующий у нас выступает Арсен Лазурский, потомственный переводчик и просто большой специалист в стратегическом консалтинге. Он, может быть, поправит меня, если я что-то не так сказал, но, в общем, встречаем. Здравствуйте. Так, сейчас... Я пытаюсь пошерить свой экран. Так, нет, это не тот экран, который я собрался шерить. Момент. Значит, наверное, вот этот. Так, нет, опять что-то не то. Так, вы сейчас видите что? Первый слайд и следующий или основные слайды? Нет, мы сейчас видим первый слайд T for Translators и Next Slides. Да, 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 все, так, сейчас, стоп. А так тоже нет? А так мы видим начальную страницу заглавную. Ага, и больше ничего. И больше ничего, да. Все, отлично. Ну, тогда, значит, сразу начинаем. Меня действительно зовут Арсен. Я представляю компанию BCG, которая действительно занимается стратегическим консалтингом. Насколько я там в нем большой специалист или небольшой, судить не берусь. Но там, по крайней мере, работаю я там уже 15-й год. Значит, прежде чем я начну, я хотел бы вот буквально сказать одну вещь. Предупредить просто тех, кто был вдруг на глобальном диалоге и был там на моем выступлении, и сегодня будет примерно то же самое. То есть это примерно те же слайды, я буду говорить примерно те же вещи, и даже иногда шучить похожим образом, но не совсем, не на 100%. Поэтому, значит, давайте начнем. Итак, тема у нас сегодня T4 Translators, T-Rexes or T-People. Что нам с этим делать, кто кого съест, и давайте пробовать разобраться. Ну, для начала представим себе Землю 70 миллионов лет назад. Просторы мирового океана у нас бороздят ихтиозавры, плезиозавры и мазозавры. Над кронами деревьев мезозойской эры кружатся стайки птеродактилей и раппорингов, над ними там повыше парят гигантские птеронодоны, а между тучами и морем, то есть по земной тверде, бродят всяко-разные травоядные и плотоядные звероящеры, из которых самым большим, страшным, ужасным и клевым, с другой стороны, был королевский тиранозавр или тирекс. Значит, это был настоящий гигант, такая универсальная машина для убийства. Значит, 6 метров высотой, 10 тонн веса. Значит, он находился на самой верхушке пищевой цепочки. Сила сжатия челюстей с 30-сантиметровыми клыками составляла 180 кН, это в 15 раз больше, чем у миссисипского аллигатора. Эти жернова легко размалывали вообще любые там кости, шкуры, все что угодно. При этом даже вот эти коротенькие лапки нелепые, они, как выяснили ученые, были способны удерживать вес до 200 кг каждая, да, то есть там любую жертву тиранозавра легко держал. В общем, такой прекрасный совершенно монстр, который и охотился сам, и с другой стороны, и падалью не брезговал, если вдруг кого-то находил. Бегал довольно быстро, 40 км в час. И правил он на Земле там примерно плюс-минус 5 миллионов лет. То есть это с 70 миллионов лет назад до 65 миллионов лет назад. И вот в один прекрасный день, и дальше мы начинаем совсем фантазировать с вами, в один прекрасный день наш тиранозавр встречает крокодила. И вот между ними происходит там примерно такой, крокодил этот почему-то очень похож будет, давайте, для нашей истории, важно, чтобы он был похож на одного ливанского профессора лицом. Ну и вот у них там состоялся такой воображаемый диалог. Что не весело, поинтересовался король юрских джунглей и дружелюбно классовал метровой челюстью. Чего такой серьезный? А предчувствие у меня плохое буркнул в ответ крокодил, беспокойно глядя куда-то ввысь. Добром это все не кончится, сказал он, подражая Адаму драйверу. Ну, скажешь тоже, 5 миллионов лет живем, и ничего у нас не меняется. Ну, вот именно. И это, между прочим, как раз и есть главный повод для беспокойства. Потому что чем дольше ничего не происходит, тем выше шанс того, что произойдет что-то поистине ужасное. Ты просто привык, говорит, жить в поле нормального распределения. А ну-ка повтори, где я привык жить? В поле нормального распределения. А про длинный хвост все забыли, сказал крокодил, и загнулся в гауссовую кривую. А ведь именно в длинном хвосте, говорит, обитает черный археоптерикс. Но тут Терекс как-то покрутил коротенькой лапкой у виска, спросил, говорит, ты что вообще, что ли, белины объелся? Какие черные археоптериксы? Все археоптериксы кругом либо сине-белые, либо пестренькие. А черных никто никогда отродясь не видел. Ну, в общем, не поверил крокодилу Тернозавр, ушел в свояси, и, как выяснилось, напрасно. Потому что совсем скоро, 65 миллионов лет назад, на землю в районе полуострова Юкатан свалился гигантский астероид. Ну, за этим, понятно, последовались климатические изменения, тектонические сдвиги, землетрясения, извержения вулканов, похолодание, потепление. Ну, примерно, в общем, как в этом мае у нас все происходит, да, с вами, вот такая же примерно погода, то снег, то ветер, то дождь, то жарко. Вот, и все это привело к тому, что вымерли 16% семейств морских животных и 18% семейств сухопутных позвоночных. Среди жертв экологической катастрофы оказался и тот, кто еще недавно считал себя вершиной пищевой цепочки и царем горы. Так, собственно, бесславно закончилось 5-миллионлетнее правление Терекса. Вот, крокодил, кстати, выжил, крокодил выжил, эволюционировал в Носима Талеба и пишет теперь вот книжки всякие интересные. Вот такая история с Терексом. Мотаем на 65 миллионов лет вперед. Мы с вами снова оказались в эпицентре перемен. У нас идет скачкообразное развитие технологий на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, который с каждым днем буквально все глубже проникает в нашу с вами жизнь. Кардинальным образом изменились принятые подходы и методы организации работы. На смену неповоротливым и громоздким структурам с жесткой вертикальной иерархией приходят кросс-функциональные самоорганизующиеся agile команды и миротократические принципы управления. И при этом технический прогресс у нас набрал такую скорость, что он, во-первых, стал неуправляемым, во-вторых, реальный вектор происходящих перемен абсолютно непонятен и непредсказуем. И, соответственно, чем это все обернется для рынка труда, в принципе, и для рынка перевода в частности, с уверенностью сказать вам не сможет никто. Но есть экспертные прогнозы, и эти экспертные прогнозы, я сразу извинюсь, но они неутешительны. В прошлом году наша компания опубликовала доклад, который назывался «Массовая уникальность. Глобальный выбор в борьбе за таланты». Значит, в нем были проанализированы основные вызовы, которые сейчас стоят перед мировым рынком труда. Ну вот самый грустный и самый неприятный, на мой взгляд, вывод – это то, что треть трудоспособного населения планеты занята не своим делом. Что это значит? Это значит, что люди занимаются не тем, чем они хотят и могут заниматься, и делают это не за ту зарплату, которую могли бы и хотели бы получать. У нас половина работодателей не может найти достаточно квалифицированных работников. При этом четверть их текущих сотрудников либо недоквалифицированы, либо переквалифицированы. То есть это как раз вот те самые пресловутые таксисты с высшим образованием, и менеджеры без образования вообще. Технические навыки человека устаревают за 2-5 лет. То есть если раньше тому же переводчику было достаточно научиться пользоваться вардом и печататься слепым методом, то теперь нужно осваивать кошки. Кошку освоили одну, надо освоить другую, потом третью, потом нужно освоить ТМС-ку какую-нибудь, потом научиться в каком-нибудь виртуальном куворкинге общаться, потом значит новая система коммуникации, начиная там, я не знаю, от того же WhatsApp, который еще недавно был совсем новым, а сейчас уже оказывается днем никого нет, все в Slack убежали. А вот, и там, я не знаю, в канбан доски делать в каком-нибудь трелле. Ну, в общем, и так далее, и так далее. И это гонка без финиша. И главное, что те, кто за этим следит, знают, что постоянно появляется что-то новое, и оно старое вытесняет. То есть, то, что вы сегодня пользуетесь Slack, не значит, что вы будете пользоваться Slack через два года или через пять, тем более. У работников тоже все плохо, потому что каждый второй работник уверен, что работу в будущем ему будет найти сложнее. 30% считают, что требования к ним будут расти, и больше 30% уверены, что ничего с этим сделать нельзя. Причем важный момент, это у нас еще не самый пессимистичный прогноз. Те из вас, кто вдруг слушал последнее выступление Ювалиноя Харари на Доводском форуме, понимают, о чем я говорю. У него все еще мрачнее выглядит. Так что, да, мы с вами живем в эпоху не просто перемен, а в эпоху подрывных изменений, которые вызваны появлением новых технологий и решений в том числе. Цикл подрывных изменений Клея Кристенсона. Что это такое, с чем вы едят? Ну, Клей Кристенсон это был совершенно потрясающий ученый, я бы даже сказал, что это был настоящий бизионер, экономист, бизнес-консультант, выпускник BCG, кстати, он у нас начинал свою карьеру, потом стал профессором в Гарварде и до конца своей жизни преподавал. Вот он в какой-то момент придумал этот самый disruption, который у многих переводчиков до сих пор вызывает споры на тему того, как его правильно переводить. Сейчас я вам все объясню. Значит, смотрите, disruptive innovation или disruptive technology, подрывная инновация, это как раз решения или технологии, которые изначально делают дорогостоящие продукты или услугу, доступные для гораздо более широкой аудитории. Ну, проще всего это объясняется на примере ЭВМ и персональных компьютеров. Когда-то давно у нас были исключительно ЭВМ, это такие огромные штуки, которые стоили миллионы долларов, позволить себе их могла только НАСА, какие-то особо богатые вузы, исследовательские лаборатории, институты, и доступ к ним, там нужно было получать специальное письменное разрешение, бумажку какую-то и так далее. А потом через какое-то время появился персональный компьютер. У которого вычислительных мощностей, конечно, было сильно меньше, но он стоил всего тысячу долларов. И, ну, дальше все понятно, там изменило абсолютно нашу с вами жизнь дальнейшую. Сейчас у нас с вами у каждого в кармане смартфон, который в 10 раз мощнее того компьютера, которым мы, наверное, когда-то начинали пользоваться. Ну, вот как я начинал, там, 486 или 386. Вот, еще один важный момент про подрывные инновации, они всегда идут с самого нижнего сегмента рынка. То есть это изначально, мало того, что это очень дешевая технология, она, в общем, не очень хорошо умеет делать то, что она делает. Да, то есть, ну, вот, ну, как бы первые ПК, они были, ну, совсем слабенькие, в общем, ну, были чуть лучше, чем счеты. Но это было, и Кристенсен, опять же, часто об этом говорит, it was infinitely better than nothing, да, то есть вам дали чего-то, чего у вас не было раньше. И он это, вот, опять же, очень хорошо объясняет на примере сталипромышленной отрасли, американской, в которой сначала были только гиганты, вертикально интегрированные конгломераты, которые производили всю стальную продукцию, а потом где-то там в середине 70-х, в начале 80-х годов появились первые мини-комбинаты с электропечами, которые могли производить арматуру из лома. При этом, значит, ну, арматура это там самый нетехнологичный, самый дешевый продукт, но арматура, которую производили мини-комбинаты, себестоимость у нее была на 20% дешевле, чем у сталипромышленных. Они, значит, быстро вертикальные компании из этого сегмента вытеснили. Потом они чуть-чуть там улучшили процессы, ушли в угловой профиль. Потом еще немножко улучшили процессы, там, к середине 80-х перешли в конструкционную сталь, да, а затем и в прокат. При этом каждый раз, когда они вытесняли стали промышленных гигантов из очередного сегмента, те особо не сопротивлялись. Почему? Потому что в каждом последующем сегменте, если вы на график посмотрите, у них была выше маржа. То есть они в итоге не должны были тратиться на производство неприбыльной арматуры, сокращали издержки, уходили в верхний сегмент профиля, где у них было не 7%, а 12%. Чистая прибыль росла, все довольны. Но только вот в итоге оказалось, что из трех сталипромышленных гигантов сейчас в штатах остался только один, а 80% или даже 85% всей стали поставляется на рынок вот этими мини-комбинатами. Вот такая вот собственность Гагулина. Я утверждаю, что на рынке переводов у нас собственно тоже сейчас происходит во многом подрывная инновация. Подрывная инновация это как раз машинный перевод. У нас вот есть, значит, в роли вертикально интегрированного гиганта у нас выступают люди-переводчики, а в роли подрывной технологии выступает машинный перевод. Ну, собственно, тут все тоже довольно понятно. Да, у нас изначально там, ну он зародился где-то в 30-40-х годах, но первое коммерческое решение появилось там в 70-х, 80-х. Это была rule-based система, которая там переводила плохо, только высоко стандартизированные тексты, переводчики над ней смеялись и, в общем, решили, что она им не угроза. Ну, окей, хорошо, ну там можно с ее помощью переводить прогнозы погоды, ну и, пожалуйста, мы не будем переводить прогнозы погоды, мы уйдем в верхний сегмент и будем переводить что-нибудь посложнее. Вот, потом на стыке 90-х и нулевых появился статистический перевод, да, который был уже чуть лучше. И он снова немножко потеснил там из каких-то простых предсказуемых текстов, типа там, я не знаю, писаний на Алибабе, да, живых переводчиков. Ну, живые переводчики сказали, а мы не хотим Алибабу переводить, мы хотим там статейки переводить. А дальше у нас, понятно, да, два года назад Google развернул GNMT, появилась нейронка, нейронка стала еще немножко лучше переводить. Ну, что будет происходить дальше, я думаю, говорить не надо, да, то есть постепенно, постепенно, постепенно на долю машинного перевода будет приходиться все больше и больше выполняемого объема работы. Ну, здесь должны, по идее, с облегчением вздохнуть компьютерные, литературные переводчики, потому что мы же убеждены, что никогда у нас не сможет компьютер выполнять какие-то творческие задачи, правильно ведь? Или сможет? Ну, вот, а, я забыл вам включить звук, черт подери. Ну, в общем, поверьте, что американский композитор Дэвид Коуп, вы можете потом просто погуглить его, поискать на Ютубе, научил машину писать музыку классическую, там, в стиле Моцарта, в стиле Баха. И она прекрасно с этим справляется. Причем настолько хорошо, что отличить компьютерную музыку от некомпьютерной у вас, друзья мои, не получится. Вот, проводился даже эксперимент на эту тему, у Харари в Homo Deus это описано, и люди потерпели поражение. Ну, вот, собственно, все это, конечно, тревожно и страшно, но что с этим делать с переводчиком? Я считаю, что в этих условиях человек вынужден постоянно приспосабливаться к меняющимся требованиям, учиться, переучиваться, и вот в этих условиях хорошо очень работает Т-образная модель развития. Понятие Т-людей было введено еще в 90-х годах в компании McKinsey, это наши конкуренты, которые это определяют так, что Т-люди, это специалисты в какой-то одной области, и они при этом должны хорошо разбираться еще в большом количестве смежных областей и направлений. Я считаю, что переводчики, в принципе, представляют собой идеального Т-человека с самого начала, да, потому что нас таким образом учат. Если мы посмотрим на эволюцию развития профессионального переводчика, то мы увидим, что она в эту модель прекрасно ложится. Вертикальная основа знаний и умений переводчика у нас составляет три основных блока. Во-первых, это знание минимум двух языков. Во-вторых, это владение техникой непосредственно перевода, то есть владение определенным набором инструментов и навыков для перекладывания текста с одного языка на другой. И в-третьих, и самых главных, на мой взгляд, это владение искусственной коммуникацией, то есть умение доносить и передавать смыслы от говорящего к рецепиенту. При этом, значит, собственно, на горизонтальной палке буквы Т у нас оказываются предметные области знаний, да, то есть там дальше переводчик он осваивает всякое. Вот, при этом, значит, ну, смотрите, у нас когда переводчик только-только выпускается из университета, он больше похож на букву Ай, потому что он более или менее у него вот эти три вертикальных, три вертикальных скилла прокачанная, а сверху у него вместо буквы вот этой горизонтальной части буквы Т у него там, я не знаю, немножко политэкономики, чуть-чуть он там попробовал какой-нибудь худо-бедно окололитературный перевод и все. Но дальше он вынужден эту горизонтальную линию довольно быстро отращивать себя. Более того, иногда, значит, из поперечной балки у него будут вырастать новые колонны вниз, да, и тогда он будет становиться, например, там, пи-человеком, если он, допустим, начал специализироваться на нефтянке или там на медицине. Вот. Или у него начинает несколько таких колонн отрастать, то есть он несколько предметных областей начинает глубоко изучать, а потом превращается в человек-гребенку, а это тоже, кстати, вполне сейчас пользуется на рынке спросом такого рода специалисты, да, то есть вот чем более вы способны быстро освоить что-то новое и узнать, тем, собственно, и лучше. Вот. Ну, и я считаю, что лучше всего вообще про переводчика, как про Т-человека сказал классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь о «Мертвых душах». Приезжий во всем как-то умел найдиться и показал в себе опытного средства человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе? Он говорил о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках? И здесь он сообщал очень дельные замечания. Трактовали ли касательно следствия произведенного казенной палатой? Он показал, что ему не безызвестные судейские проделки. Было ли рассуждение о бильярдной игре? И в бильярдной игре не давал он промаха. Говорили ли о добродетели? И о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах. А в выделке горячего вина? И в горячем вине знал он прок о таможенных, надсмотрщиках и чиновниках. И о них он судил так, как будто сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какой-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил не громко, не тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Ну, вот, по-моему, лучше про переводчиков никто еще не говорил. Ну, хорошо. Если мы принимаем концепцию переводчика как Т-специалиста, то дальше возникает вполне логичный вопрос. А что, собственно, развивать, чтобы выжить в современном мире? Какие предметные области осваивать по горизонтали, какие науки прокачивать по вертикали? Ну, о предметных областях знаний, которые должны быть в базовом арсенале каждого стоящего, каждого профессионального переводчика довольно подробно говорил на прошлогоднем посинусе Павла Руслановича Палащенко. Политика, макроэкономика, энергетика, финансы. Однако я рискую показаться в ваших глазах еще более обнаглевшим, чем уже. Возьму на себя смелость этот список немножко расширить. Ну, во-первых, значит, я считаю, что поскольку сейчас любой бизнес, как известно, становится цифровым, неважно, это нефтяная компания или банк, или медицинская компания, то первое, зачем обязательно сейчас должен следить переводчик, это все, что касается диджитал и хай-тека. То есть вся вот эта цифровая история, она для любого переводчика сейчас крайне важна, потому что она происходит везде. Дальше у нас идет большой довольно спрос на экологическую и социальную ответственность бизнеса. Особенно, кстати, там вот в нынешних условиях ковида, пандемии и так далее. На социалку сейчас очень много смотрят. Значит, вот это нужно знать. Если мы там двигаемся дальше в здравоохранение, например, то здравоохранение это ценностно ориентированное здравоохранение, большие данные, индивидуализированное медицинское обслуживание и так далее. Если мы говорим про энергетику, то в энергетике у нас сейчас набирает обороты, соответственно, возобновляемые источники энергии и распределенная энергетика. А транспорт, значит, соответственно, должен быть автономный транспорт и электротранспорт и с другой стороны шеринговая экономика, все вот эти каршеры, байкшеры и прочее. Ну и само собой не забываем про новые методы работы, всякие там Agile, Scrum, Kanban и все остальное. И про блокчейн тоже не забываем, потому что эта технология, ну, большинство экспертов сходится на том, что эта технология еще будет нас, будет здорово перетасовывать рынок. Это, значит, что касается горизонтали. Вертикальное развитие, да, то есть вот основа буквы Т, оно, на мой взгляд, должно определяться текущими отраслевыми трендами, да, что сейчас на рынке переводов происходит. А на рынке переводов, в принципе, на самом деле происходит все время одно и то же. То есть я вот регулярно перед своими выступлениями пытаюсь посмотреть, что нового, какие новые тренды появились, каждый год, вот они из года в год повторяются, да, поэтому никого не удивлю. Я выделяю там, ну, на мой взгляд, основные, о которых имеет смысл в рамках сегодняшнего разговора говорить. Простите за тавтологию, их всего шесть. Значит, первый – это постредактирование, второй – транскреация, третий – аудиовизуальный перевод, четвертый – диверсификация, новые языки и удаленные технологии. Ну, постредактирование машинного или нейромашинного перевода, об этом только что прекрасно совершенно рассказывала Света, мне, в общем, добавить по сути нечего совершенно, она эту тему знает гораздо лучше меня, гораздо больше и дольше с ней работает и лучше в этом разбирается. Я могу только сказать про собственный опыт использования, точнее, тест-драйва нейропереводчика от ProNT. Ну, вот у меня увеличилась производительность, моя личная, с русского на английский до 700 слов в час и с английского на русский до 500 слов в час. Вот такая история. И выводы у меня такие, что машина нас не вытеснит, но она существенно простит и ускорит нашу работу. Машине всегда будет нужен человек, который будет ее внимательно проверять. Скорость вырастет, как я сказал, там в 2-2,5 раза. В перспективе может быть даже в 3 и больше. Волноваться стоит переводческим агентствам, потому что, ну, вот компании, которые типа наши и сейчас работают довольно много с агентствами, а потом внедряют у себя нейропереводчика, они там, ну, в перспективе пары лет сильно сократят количество заказов, которые уходят наружу, потому что внутренний отдел будет успевать делать больше. Вот. Ну, и постредактора я считаю, что все-таки всегда лучше иметь штатного, а не внешнего, потому что высокая степень личной ответственности и заинтересованности в качественном результате. Как правило, аутсорсы все-таки, ну, мягко выражаясь, лажают. Вот. Ну, вот тут каратенечко буквально, там, несколько секунд подержу вот этот слайд, чтобы вы убедились, что действительно машина умеет переводить с английского на русский. Я вот это там никак не редактировал ничего, это то, что вот тупо выдал промп. Да? Ну, и переходим к следующему тренду. Следующий тренд – транскреация. Ну, в транскреации имеет смысл выделять просто два основных типа. Один – это транскреация как таковая, то есть, когда мы говорим о переписывании полностью готового текста, а второе – это транскреация плюс копирайтинг. Это когда вы вместо нормального исходника у вас там или тезисы какие-то, или набор слайдов, или вы просто с заказчиком поговорили, он вам там что-то на коленке нарисовал, показал, и вот вам из этого дальше нужно создать новый, красивый, прекрасный текст. Об этом вчера говорил Денис Драгунский о том, как правильно писать и учиться писать. Я тоже не рискнул совершенно, естественно, дополнять Дениса Драгунского и как-то с ним спорить. Он все это гораздо лучше знает, поэтому подробно останавливаться не буду. Я, наверное, обращу внимание только на четвертый пункт. Это то, что для транскреации переводчику нужно быть очень гибким и уметь адекватно реагировать на критику. По моему опыту, очень у многих переводчиков с реакцией на критику крутые проблемы. Вот. И второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это вот эта книжка «Пиши, сокращай». Ну, естественно, для литературного перевода и для обучения писать какую-нибудь хорошую книжку она не пойдет, а вот для того, чтобы писать статьи, там составлять рекламные тексты и так далее, самое то. И вот для транскреации, на мой взгляд, очень-очень полезный вариант, потому что позволяет быстро прокачать все необходимые навыки и поставить на место голову. Следующий тренд – аудио-визуальный перевод. Я считаю, что это новая нефть для живого переводчика. Почему новая нефть? Ну, потому что его стало очень много, и он всем нужен. У нас с начала этого года количество просмотров видео на YouTube превысило 1 триллион. Среднее время просмотра видео на человека в день – 84 минуты. 82% всего мирового трафика – это стриминг видеоконтента. Ну, и оборот киноиндустрии в 2018 году составил 136 ярдов. И причем это только там кинопрокаты и home entertainment, то есть это не включает всякое домашнее обучение, да, которое сейчас всем знакомо, хорошо, там, я не знаю, вот подобные конференции, как у нас с вами и так далее, и так далее. Сейчас все уходит туда. Почему я считаю, в принципе, что аудио-визуальный перевод – это хорошо, это такая отдушина для многих переводчиков, которые хотели бы заниматься чем-то чуть более творческим, чем переводы контрактов, я не знаю, финансовой документации и прочие страшно скучные вещи. Ну, потому что, друзья мои, к сожалению, большинству из нас совсем не стать Самуилу Яковлевичем Маршаком. Ну, нужно стремиться, но не получится, да, потому что, извините, для этого надо быть гением. Но при этом вполне можно стать вот этим человеком, да. Я знаю, что у многих переводчиков к нему неоднозначные отношения, у кого-то прям совсем аллергия, но я считаю, что имеет право на существование, то, что делает и за что берется делать неплохо. Вот. Но самое главное, что если вы станете вот этим человеком, то вам точно не придется становиться вот этим человеком, и это, поверьте, очень правильно. Вот. Ну и навыки для аудио-визуального перевода тоже вполне очевидны, то есть нужно уметь и литературно переводить, и стилистическое чутье иметь. А важный момент – умение переводить со слуха. Тут я хочу чуть подробнее сказать. У меня просто был случай с одним из моих переводчиков, когда я ему говорю, слушай, вот тут ролик пришел небольшой на три минуты, надо перевести. Он говорит, я никогда видео не переводил. Я говорю, ну, вот заодно научишься. Ну, значит, сел переводить, я к нему через час подхожу, говорю, ну, что, как у тебя вообще? Он говорит, я только заканчиваю английский писать. Я говорю, подожди, а зачем ты пишешь английский? Он говорит, ну, я сейчас вот что там, я услышу в ролике, я вот это все расшифрую, напишу, поправлю, потому что я не все хорошо слышу. Потом загоню в транс и переведу. Я говорю, а ты вот не мог сразу по-русски писать то, что говорят? Для него это было огромным открытием. Вот. И второй момент, значит, на который хотелось бы обратить внимание. Неплохо бы самому научиться владеть видеоредактором, ну, хотя бы на самом-самом простом уровне вставить титры и озвучить, да, потому что иногда заказчику не нужно, чтобы ему там профессиональный актер на студии что-то хорошо озвучивал с шумоподавлением и прочим. У меня вот были случаи, когда ко мне обращались заказчики, которые просто говорили, а вот можно нам через час озвучить ролик? Я говорю, ребята, можно. Это будет там непрофессионально моим противным голосом, но через час у вас будет ролик, который вы сможете показать клиенту, и клиент был доволен. Следующий тренд – спрос на новые языки. Ну, этот слайд, он про что? Это про то, что у нас мир, он же открывается, мы, он становится все меньше, все ближе, люди все больше путешествуют, появляются какие-то новые направления, которых раньше никто ничего не слышал, и, значит, вот, ну, как бы растет спрос на всякие новые редкие языки. Стоп, да, простите, это было до вот этого всего. Ну, ну, извините, но на самом деле, да, все равно это там рано или поздно произойдет, мир откроется, мы снова начнем путешествовать, и, опять же, спрос на эти новые языки появится. Захотите новый язык выучить, ну, вполне возможно, это будет иметь смысл. Следующий тренд – диверсификация. Он больше относится скорее там ко всяким переводческим агентствам, потому что это про то, чем они могут стать помимо переводческих агентств. Ну, об этом очень подробно говорилось на Традосовском митинге в декабре, если я не ошибаюсь, в прошлом году, кто там был, все это прекрасно знает. Потом Костин раньше об этом подробно рассказывал, поэтому я сейчас не буду растекаться мыслью по древу, но понятно, да, что необязательно заниматься только переводами, а можно и издательский дом сделать, и видеостудию, и промоагентство, и все, что хотите. Вот, тут карты в руке, дерзайте. Вот, ну, и последний слайд, это про устных переводчиков, наконец, немножко скажем, про системы организации синхронного и устного перевода в удаленном режиме, всякие зумы, спикусы, верспики и прочие. Ну, понятно, почему это будет популярно у заказчиков. У заказчиков это будет популярно, потому что деньги, время и логистика, а не экономика. Потому что не нужно платить за билет переводчика и куда-то его везти, не нужно тратить, можно гораздо быстрее его позвать, потому что лид тайм не всегда позволяет долго искать переводчика, ну и упрощается сильно логистика, потому что иногда, например, вы идете навстречу какому-то суперважному человеку, которому можно перевести только там, я не знаю, вам дают только три пропуска, и вы один из трех пропусков должны потратить на переводчика. А так вы берете с собой компьютер и берете с собой не говорящую голову, а эксперта. Ну и почему это будет популярно у переводчиков? У переводчиков это будет популярно по тем же трем причинам. Вы в итоге будете больше зарабатывать, вы будете меньше тратить время на всякие поездки, и у вас будет значительно проще логистика. Вот, я думаю, кто живет в городах, это особенно важно. Ну и, собственно, условия ковид – это вообще единственный способ провести встречу, поэтому, как бы, извините, тут все понятно, и я думаю, что все устные переводчики уже давно поняли, что за зубом, спикусом, верспиком и прочими технологиями их будущее, по крайней мере, на ближайший год, а то и больше. Ну и того, как у нас будет выглядеть идеальный переводчик будущего? Идеальный переводчик будущего – это работающий удаленно, просто редактирующий транскриатор фильмов с ворочего на синдарин, который еще и вышивать умеет машинки тоже. Ну, шучу. Понятно. Ну, вот заключение. Я хотел бы буквально вот еще на минуту занять ваше время. То, о чем я стараюсь всегда упомянуть в конце своих выступлений – не забывайте, что такое переводчик. Переводчик – это главный помогатель и помогальщик. Это, на самом деле, одна из, на мой взгляд, благороднейших профессий на планете. Мы помогаем людям договариваться, мы помогаем людям понимать друг друга и через это избегать, извините, войны, там, каких-то конфликтов и, наоборот, стремиться друг с другом сотрудничать и кооперироваться и объединяться. Однако, чтобы помочь кому-то договориться, надо и самому быть открытым, договороспособным, готовым идти навстречу. Помните, неважно, сколько вы знаете, насколько вы профессиональные, если с вами при этом просто не хочется иметь дело, то, ну, видимо, что-то вы делаете не так. Помните, быть добрым гораздо важнее, чем быть умным. Kind is the new smart. Спасибо. Арсен, спасибо большое. Было очень увлекательно. И у нас появилось несколько вопросов. Я не знаю, может, я сейчас неправильно его озвучу. У нас вот Надежда спрашивает, а действительно ли специалисты гребенки приветствуются? Если вам он понятен, то отвечайте, а если нет, то, может быть, Надежда озвучит его более точно сама. Специалисты гребенки, ну, не то, что это прям вот приветствуется и обязательно-обязательно, но, скажем так, некоторые эксперты считают, что рост на специалистов гребенок будет расти. Ну, как минимум на ПИ специалистов, да, что одной палки вертикальной недостаточно, что лучше, чтобы было две. Вот еще вопрос есть. Ваше отношение к фандабингу и фандабингу. Или, может быть, окончание на последний слов, не могу. Я, честно, даже не знаю, что это такое. Если мне расскажут, я буду рад. Я тоже заинтригован. Вопрос от себя лично. Смотрите, вы, получается, сейчас рассказывали про Т-людей и про... Ольга? Нет, нет, все хорошо. Вы рассказывали про Т-людей и про, так скажем, Т-рексов, да? Получается, в итоге Т-рексы погибли в... Да, получается, да. Собственно, получилось. Понятно. Вот такой вопрос. Получается, сейчас вот на горизонталь и на вертикаль буквы Т навешиваются различные компетенции для переводчика. При этом параллельно идет огромная индустриализация и новые технологии идут даже вперед, чем развитие наших компетенций. Кто победит? В итоге зачем тогда уже будут переводчики в будущем, если они стараются, да, и машины еще больше пусть это стараются? Я не считаю, что машина победит человека. Я считаю, что человека победит человек с машиной. Да, то есть, ну, вот Света об этом тоже только что говорила. Не нужно воспринимать машину как соперник. Воспринимайте машину как инструмент, который вам будет помогать. Да? Может быть, инструмент иногда, если речь идет об искусственном интеллекте, кстати, все чаще говорят о том, что это партнер уже. Это даже не просто инструмент, а это уже штука, с которой вы взаимодействуете так или иначе. Ну, как бы, да, мы сейчас говорим, наверное, с точки зрения нынешнего времени, да, может быть, в будущем все поменяет. Ну, в будущем вообще никто не знает, да, поэтому, то есть, ну, делать прогнозы абсолютно бессмысленное и глупое занятие, на мой взгляд, потому что, ну, как известно, да, пять лет назад тот, кто отвечал на вопрос, где вы видите себя через пять лет, правильно никто не ответил на него, да, потому что все сидят дома. Это точно. Спасибо большое, Эрсен, очень интересно. Спасибо. Так, а еще там у нас какие-то вопросы были? Вопрос был какой-то по поводу, как правильно организовать студию. Я не знаю, насколько он... Как правильно организовать домашнюю студию? Да. Я не организовывал домашнюю студию. У меня есть там очень простая программулина, видеоредактор, который стоит у меня на компе, я им умею пользоваться там, хотя это, наверное, там далеко не самая популярная вещь, называется Wondershare Filmora. Вот, и я вот, собственно, с ее помощью там могу быстро сделать или титры, или голосом говорить на ролик, и все. И заказчик у меня при этом доволен. Занимает это там буквально 15 минут времени каждый раз. У нас сейчас в школе идет курс основы дикторского мастерства, и там, в принципе, мы озвучиваем самые азы. Можете посмотреть, коллега, на нашем YouTube-канале, есть бесплатный мастер-класс, там тоже какие-то моменты мы освещаем на эту тему. Ну, да, вот я, кстати, хотел сказать, что на прошлом ВКонтакте кто-то из докладчиков очень подробно рассказывал как раз про организацию домашней студии, про то, какое нужно оборудование, железо, все остальное. Это мы тоже скоро выложим. А, ну, тем более. Спасибо, Аршен, большое. Спасибо. Не за что. Так, еще какие-то вопросы были у нас? Ну, про фанц... пояснили про фандабинг и фансабинг, это когда фанаты сами озвучивают и пишут титры. Ну, есть такой крауд... краудсорсинг в аудиоизуальном переводе. Ага. Насколько вы в этом вопросе разбираетесь? Нет. Я тоже не сильно, да, поэтому... Ладно, хорошо. Тогда всем большое спасибо. У нас время, я так понимаю, уже есть тепло. Даже мы на две минуты залезли. И еще раз спасибо за приглашение. Стучитесь на фейсбуке, отвечу на любые вопросы. Спасибо, Арсен. Спасибо. До свидания. Спасибо большое.